привет зритель ты не ждала я решила поесть на камеру как бы у меня тут суп пюре на мясном бульоне тут куриный бульон свиной бульон со сметанкой которая уже была там еще где-то одна столовая ложка на еще суп осталось а фасоль зеленая стружковая которая потом отдельно вот на второе потом это самая мелко рубленая зеленая капуста такие вот листья самые верхние листья это кочана которая специально хотела заморозить что-нибудь с ним сделать но часть у меня кошка укокошила пока они были на балконе еще когда еще снега не было когда еще осень была но и в общем я в итоге то что мне удалось от нее там два пакетика было отжать я их порезала заморозила и добавляла в щели борщ а тут добавила и потом блендером измельчила и еще это самое кабачок еще молоденький такой кабачок был его как-то порезала заморозила и забыла совершенно тут залезла в морозилку смотрю что у меня такое яблоко шарит кабачок и вот тут у меня вот оно все сварилась и измельчилась а потом я снова мясо немножко порезала у меня было такой кусок мяса значит свинина на кости я думаю сказали это говорит это типа без без косточек это лосятина 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 и лосятина оказалась вот это коровятина ну смысле это чё я тут суп-то на остыл меня как обычно солью проблема я забываю посолить пока валю но иногда солю но солю мало да у меня тут бутербродик с икрой минтая в этом самом добраться не покупала за 42 что ли рубля такая маленькая баночка хорошая такой но тут еще на тарелке сливочное масло лежит чтоб не вставать в холодильник не заглядывать а прямо из конструкции положить и уже все готово и блинчик который я заморозила вчера разморозила потому что мне захотелось осожрать чего-нибудь два блинчика в микроволновке ну смысле разогрела и как-то его сильно так разогрела он сплюнулся один у меня пакетики с жимолы с вареньем и жимолы с вареньем и жимолы те самые блины которые на сметане которые заморозила ну короче мне сказали там город типа это мясо лося свиное сало и говядина и то что мне сказали говядина оказалась лосятина а то что мне сказали лосятина оказалась свинина а галядины вообще не было ибо они там все-то сами попутали и перепутали это мясо мне задавил но вообще угостил меня мясом ну и короче я там как след на дело путем беру эту кусочек такой прямоугольный то что я не сказали что-то лосятина на самом деле свинина там две кости таких я мясо-то думаю еще что это лосятина срезала то что можно две кости с мясом сварила и вот кошка что ты орешь у меня короче говоря там было немножко мясика я так его общипала сейчас подогрела в контейнере микроволновки общипала сюда покидала но большая чай была там такая не совсем мясика и что такое у меня подходит такое животное говорит дай мне пожрать раз ты не хочешь жрать я и отдала а еще у меня тут семена базилика тулси которые я уже на вайберс покупала тут целая чайная ложка но смысле не в тарелке а именно в кастрюльке там кастрюлька которая слева от меня кстати люди когда после какого-то ролика мукбак там асмр мне внезапно капает от кого-то из вас донат это меня очень мотивирует писать ролик подобный еще таким образом у меня случилось как-то смр подряд или 2 мукбанга подряд кошка дать кушать ты съела я ж тебе в миску не лазала пока ты ела я даже не представляю как бы это было человек лезет в миску кошки короче я тут заказала себе эту штуку пальцевую лампу я ее даже забрала но она акклиматизируется в комнате на кровати в коробочке если ты на инфу подписан то видел коробочку россии и на телегу подписан то тоже видел а если нет ни там не там то просто муж и глянуто если любопытно да я еще заказала себе эту палку держалку ну для телефона чтобы снимать фэри фэй хрен знает я честно уже не помню название но я об этом и шо ты там дерешь не надо это драть ну что за нафиг а кошка не надо драть это хорошая японская газетка короче я там этот фотки того что скриншотики того что заказала на зон как раз скидывала на youtube разделе сообщества там как раз название этой палки ну цивилизаторы одна севой все она обратно пришла не вообще пофиг не хочется подрать газетку небо это газетка пригодилась можете хочу японскую газетку почитать это последняя газетка японская шум не осталось на эту газетку можно было бы очистки почистить картофельные зачем ты обои то дерешь а вообще жук я и называю жук навозник ничего против жуков навозников не имею на еще сегодня пришла к выводу что кошку гладить нельзя она садится и начинает мур-мур-мур так ластится мур-мур-мур прям когтишка я ее начинаю гладить она как меня цепит со всеми лапами своими когтями всеми четырьмя этими лапами еще и кусь она не прокусывает следы остаются просто умятиной но цепляется конкретно так и до кровищи нет все разобрала пришлось перекисью обрабатывать потом кайлашиком помазывать еще потом помажу а потом свалила от меня села рядом на окно и мур-мур-мур-мур-мур я близкому родственнику говорю слушай говорю нельзя ее наверно гладить она как ко мне придет такую кошка к ней прыг она и кошку гладь гладь а кошка и цап-цап ну и еще одну мою подружку так же кошка не понимает гладь гладь кошка вообще странная поняла что ей 9 месяцев и она 8 ей было месяцев она еще росла видимо и сейчас по чуть-чуть растет очень вкусненько вышло а потом это запилить рецептом на кокпет главное не забыть фоткать пока она еще не съелась а потому что я просто так подумала ну то то и вот это есть интересно если это сварить и смешать вместе сейчас удобно будет ну да я потом по грузным блендером прошлась а еще тут кусочек сливочного масла так что сведут это вроде такой веганский супчик они сведут а совсем нет я тут что-то как-то так сейчас раз это ралочка с ложечкой помыла положила я этой фасольки вот ясная муж как не знаю поближе у меня еще тут пол булочки с икоркой есть вот так наверное может я как-то слишком близко поставила фиг знает крючка ты а у меня тут приближена ёшкин кот лучше у меня как-то так очень близко у меня приближена видимо с последнего мухбага что я последний раз вообще писала ну не на телефон а на камеру оказывается у меня было приближено я думаю что же у меня так все срезается вроде стоит все так же алиска чё ты там начнет кстати тому такое скоммуниздила а у меня тут камин так был вопрос такой у меня вообще была такая мысля где-то недели три назад а еще сейчас мысли прыгают чей здесь хочу но уже как бы частично наполнила исполнила желание организма в еде мне понравилось это самая фасолька вареная просто вот в воде со сливочным маслом и солью по-моему я масло слегка переборщила в общем у меня была такая мысля что надо записать ролик знакомству потому что сейчас я смотрю на меня люди подписываются совершенно новые которые где-то там случайно мое видео какое-то подкинулось им понравилось они посмотрели и вуаля подписались сэнки вармайш мати фрэнд мэрси макуу пасиба арикатолога цэмас и тому подобное короче у меня в голове крутится финская фраза хюя пяйва я уже не помню что она обозначает если это спасибо то хюя пяйва да когда-то я и финский пыталась изучать ну смысла изучала ни хрена уже не понял аналогично это французский и алюминия прахнут камин так нам то все пятое-десято я посылаю там какой-то ролик в лучшем случае если я помню название в лучшем случае если я помню примерно о чем это какое-то может быть название я подумала что может надо записать и ролик знакомства и тут меня кантах человек просто ну типа вопрос ответ или ролик знакомства это что-то такая сонно уставшая была думать что за ролик ну чё за знакомства знакомства грит с вами я смекнула наверное не зря меня эти мысли посещали также как меня все время мысли посещали что надо купить кольцевую лампу а потом человек камин так написал что надо бы рассеивающий свет когда я подозреваю шмотки я конечно уверена что кольцевая лампа подойдет к ролику типа обзор смоток но я попробую принципе я хотела какой-нибудь свет спасибо наташа за донат благодаря тебе я смогла себе эти две штуки купить и я бою не надо драть жопа я хотела по столу подраться постучать чтоб она прибежала на звук она испугалась короче я подумал я примерно поняла какой мне надо свет если допустим кольцевая лампа не подойдет плане обзора всмоток полный рост ну и так же вот это насчет кольцевой лампы я сначала тогда пофигевала думаю что человеку свет не понравился только так посмотрела на тот как бы пути просто зрителям а это ролик совершенно левый я поняла что да на какой-то свет мне разогрелось на эту тему пеньку спасибо за то что в картинках и примерах объяснила в кельке что за кольцевая лампа подобные фишки помогло очень ну и вот так же с роликом таком я правда пока не догнала что конкретно там о себе надо говорить а думаю посмотреть примеры на других каналов какие-то хвостики иногда попадаются у этой жесткие кусочки кстати кошка очень прониклась фасолью это я на разве взяла ваша не до последний раз там была причем совершенно случайно увидела на взять друг через делу и поняла что вкусно или просто варить намного вкуснее чем сварить яичком залить и это рвать потому что года три назад соседка по заду меня как-то угощала подобные фасолью только ну что в садовой конкретно мне рецепт такой давала с яйцом но я чуть не прониклась просто короче говоря сварить ее со сливочным маслом и солью похомячить очень вкусно ну и это если чё если кто-то есть со мной когда вот это был смотри слушают и внимают можете покидать комменты какие-то вопросы наводящие но может какой-то новый зритель и вам особо любопытно то тоже покидайте в комменты я потом из этого всего скомпоную идею основную и запишу этот ролик знакомства так вот я к чему самом начале ролика говорила насчет донатов после видео я немножко пересмотрела свой взгляд на некоторые ролики том числе вот на это самое и изменила youtube даже меньше чем за 12 часов это все одобрил офигеть уровнем спонсорской подписки правда меня за все время поддерживала только четыре человека горбушкин который снова выгодную подписку уже месяца 4 как пассивайте пенек и два ноу нейма я просто не знаю кто это конкретно так вот начале года и вот где-то там пару месяцев с лета по осень по никам просто ну как бы не общались никто камень так не писали как-то нигде не пересекались именно с этими никами и как бы поэтому не знаю кто это но спасибо если вы считаете что надо как-то блогера благодарить то можете подписаться на платную подписку и всего вот этого вообще 30 процентов капает ютубу и 70 процентов нет на асмр и мукбаги я думаю делать их ну допустим первые 10 часов или там какой-то другой срок можно также опять же где-нибудь там обсудить в чате или в комментах или еще в какой-нибудь личке ну или во вкладке сообщества раздел только для спонсоров я очень надеюсь что вас будет не только горбушки меня поддерживать но еще кто-то еще было бы круто то как бы доступ к роликам асмр или мукбаг или и то другое сначала вот для спонсоров ну допустим первые 10 часов начал гони да то же самое как если вы примерно представляете какие-то там пончики в контакте где сначала переводы манги идут вот за тем кто задонатил а потом переводы манги выходят в общий доступ правда насчет манги я это не одобряю людей потому что это все делается без лицензии сейчас я еще положу себе закину еще себе там еще чуть-чуть осталось плавает но как-то не достать на потом будут эту жидкость слить и это самое или себе взять или кошки потому что она тоже это любит внезапно короче 299 рублей в месяц с более ранним доступом к мукбагам смр или 249 рублей в месяц и более ранний доступ к каким-то вашим запросам либо каким-то тем запросам которые допустим давно запрашивались а я все никак руки не дают записать эксклюзивное видео можете там спрашивать типа лёля вот это как бы хочу вот это вот эту тему чтобы ты обозрела если это в пределах реального возможности ну без каких-то либо крайностей то соответственно вы это получите и 149 рублей в месяц у меня поддерживают горбушки если вас допустим вот ну человека 4 то можно устраивать стримики с чатиком для своих для тех в чатик куда могут писать только спонсора либо стримики по ссылке но и стримики просто будет почаще я как бы не против их делать но я не знаю о чем стримить ну и вы еще получите доступ к каким-то там дофига смайликом имени меня и что-то еще но вообще если совсем интересно вы можете заглянуть вкладку во вкладку тут хвостик спонсировать или стать спонсором она рядом слева вкладка этого самого сообщества справа по моему вкладка канала между ними вот как раз это самое спонсировать либо ну и как бы вы мотивируете меня снимать побольше роликов какого-то определенного типа допустим у баги смр это будет как бы поддержка моего канала финансовая но это можно как бы отключиться в любой момент но также она как бы каждый месяц списывается что нормальная как бы денежная затрата зрителя относительно блогера первый уровень нише 149 и второй уровень 249 и третий уровень 299 рублей в месяц из них я получаю 70 процентов 30 процентов youtube это что добровольно поэтому ваши комменты тех вот кто считает что блогерство это не работает вообще кто ну которые считают определенной профессии это не работа определенные действия это тоже не работа так как бы найти вдольнику и сказать ей чувак ты чем ты а ты кем работаешь мне были друзья по прошлой жизни скажем так по прошлому увлечению которые считали что работа уборщиц это не работа я как бы не работала сама но у нас на тот момент было такая заслуженная писательница диска детский писатель и до того как стать для того как стать журналистом допустим она работала уборщицей мама одной моей подруги по моему до сих пор работает уборщицей в какой-то из пятерки ну скажем так мы уже давно не подруги просто тупо перестали общаться без всяких сортов и выяснить отношений еще что-то так кто-то тут залез на микроволновку закрыв собой камеру как обычно носили на микроволновке лучше там чем на столе так вот если вы считаете что вам люди снимающие видео по вашей просьбе как бы что-то должны то ну ладно можете оставить свои каменты это тоже как бы какая-то движуха на канале но это вопрос не вам если вы считаете что блогеры тоже хочется кушать допустим чтобы покушать на камеру то я буду рада вашей спонсорской подписке но опять же это как бы добровольная обалденно все таки это штука единственное что тут хвостики эти попадаются и кстати в отличие от фасоли каждый день этой марки я как-то одно время покупала такая бляхла зеленая была вот это очень такая зеленая хотя тоже ну как бы на развес я не знаю там какая марка у этой развесной фасоли тут мелочь какая-то осталась подбирать неудобно лучше потом перелить в мисочку кошки нет наверно можно взять кусочек хлебушка он там можно взять какую-нибудь ложечку на это же где-то но у меня не цепляется не цепляется но у меня так сейчас я челюшку налю долго соображала что такое к чаю вспомнила что у меня был блинчик блинчик правда он холодненький но как бы остывший шоколадку я себе вчера купила кофе с молоком молочный шоколад один кусочек съела а остальное все никак это как-то так еще не съелась может видно там может приблизить надо а то чашку срезает если вдруг слышно какие-то чавканья там фоном это я кошке отдала тарелочку не тарелочку я потом с мылом конечно помою но лучше самой отдать чем однажды она как бы сама это тоже она едет на микроволоке и хомячится радостно а все у меня здесь шоколадка ну одна вообще остался такой коробочке еще такую коробочку купила но как нужно потом ну как бы вот мне грустно скучно никому бендер дать или финансы 5 романка станут внезапно я открою шкафу у меня там эта коробочка шоколада она даже в нашем магните внезапно оказалось по 229 рублей с копейками ну короче 230 рублей без копейки блинчик жирненький потому что на сметане то придется пить облепиху с медом сколько не надо занавески трогать так давай отсюда кто же по столу-то ходит а жопа волосатая хотя хорошо что не на камеру прыгнула а то ей мозга бы хватило не кстати тут есть из морозилки досталось у меня она уже разморозила дар это кружевник протерт и сахаром и зеленый не то чтобы мне надо было место с вами видеть я просто зачем-то полетела смотрю что за контейнер дам кружевник а я сегодня смузи делала правда никуда его не залила у меня был замороженный банан по моему полторы штуки был банан просто зрелый чуть позрелее чем будет а ну да наверно такой же зрелый был только чуть помягче чем вот этот приличная такая горшка клюквы из морозилки и черной смородины еще этой самой цыгуратка из-под молока королева быстрее тут мне я еще думала сейчас добавлю туда маки перуанской или лукумы или еще что-нибудь разведу отдельно гуарану добавлю в нее финиковый сахар чтобы было более-менее сладко но у меня его пить не так чтобы уж совсем горько и про все это забыла забубенила смузи стаканчик на эту чашечку забубенила потом две чашечки китайской моти с молоком и только потом вспомнила что я что-то забыла банан немножко морозил в этой микроволновке разморозила потому что хрен знает как там этот браун блендер а стилю был он этот замороженный банан с кусками ну как бы я забываю все время что надо как-то отдельно ложить они так вот кучей и он у меня вышел как слегка поталое мороженое в итоге холодный еще осталось я долго собрала перелить этот смузи баночку в чашечку в холодильник как-то попытаться сунуть вспомнила что сейчас как бы зима на балконе холодно на улице тоже что-то как-то сегодня прилично холодно относительно вчера мне очень сильно прилично холодно и я так ноги замерзли пока сезон съехала одну с автобуса там с моржутки пока смошу кисла домой и поставила этот кувшинчик со смузи на балкон там по-моему что-то минус пять что ли градусов сейчас на ужин надо будет его доесть да сейчас у меня был обед хотя сейчас по-моему уже часов пять я как-то очень долго мыла посуду потом поняла что надо пока не слишком пока не начало темнеть сгонять дозу потом помыл башка потом что-то еще сделал а потом решил что а чё бы не включить камеру не пожрать не говори с набитым том да там попалось варенье большом количестве но сначала замерзла потом разогрелась микроволновке потом видать спеклось и все такое ближе к карамели рыба мне пьет вообще я сегодня планировала погладить белье и сделать додзю но что-то так поняла в итоге что белье видимо придется гладить завтра ибо еще как будто надо сделать додзю а потом вспомнила что у меня надо забрать заказ с тазуной и потом его как бы обозреть в действии и наверное уже уход января будет уже с этой с лампой писаться я правда пока не знаю как камеру поставить так чтобы не загораживать лампу что-то охота еще чай тут он такой уже не то чтобы слитой но третья заварка бюджетного чая который сейчас стоит как не 500 чай какой нибудь раньше стоил буквально копейки не в прямом смысле копейки но довольно очень бюджетно то ли принцесса канди то ли принцесса нури хрен знает кто-то из этих принцесс я сейчас подумала что принцесса ява она по моему только зеленые чаи мне у нее попадались черные интересные у нее бывают причем как бы принцесса канди она в питере разбоняживается орами тренд тоже который гринфилд то пакует а как то мне года четыре что ли назад подруга подарила именно индийский принцесса канди там на латинице было написано наклеечка была это индии сиранки или хрен знает у кого-то там и распасован оно было там же россия была там только каким то импортером какое то место в россии но так как она нестабильно практически всегда дарит крупный листовой хотя знаю что люблю средний листовой то он был крупно листовой и я ничего сказать не могу насчет как он там хороший нехороший а просто не догоняйте крупно листовые вот и лапы помазываю и все эти мелкие ранки кайлаш дживан хорошая штука практически в каждом уходе я его показываю если не забываю ну что наверное уже и шоколадка то не вредит целый блин захомячила я что поняла когда я ем на камеру то я немножко чуть меньше чем обычно кидаю супа в тарелку ну поварешек и в этот момент после супа я могу поесть второго как бы и чаю попить обычно без камеры это фига к супа побольше а второй уже идет на ужин а все таки правильнее когда первое и второе так что может быть это для моего пищеварения даже полезно хавать на камеру хоть это наверное несколько дольше выходит либо я тут трендычу что-то у меня соль зарезала под ноготь а блин сейчас вспомнила что опять забыла что надо попарить ножки отдать другие очки включить во всех местах свет чтобы было светло и обстригать копытца дико неудобно да у меня есть специальные очки для того чтобы стричь ногти на ногах они сильнее чем эти они до минус семь с половиной не осиливаю этот чай короче что зритель наверное это спасибо тебе за просмотр если ты осилил до конца если ты побомбишь в каменты на тему ааа попросай-ка иди работай тоже спасибо душе какой-то будет если ты скажешь Лёля я вместе с тобой пожрал покушал там или еще что-то тоже круто ну и я надеюсь что ты действительно пожрал тебя это все вдохновило так что надо пожрать покушать поесть похавать заточить у меня подружка она выражалась я там заточила сосиску или еще что-то я долго не догоняла чего она хотела как она вообще чего там она заточила ножиком ее заточила чего она с ней сделала пока чавк 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 чавк